Головоль. Значит, прежде всего мы сейчас подводим итоги работы второго русского авангарда. Первый русский авангард, который вот сейчас в Беляево праздновался потомками Кандинского и Малевича, учил писать в новом языке. Учил художника писать в новом языке. Вот задача второго русского авангарда научить читать этот новый язык. И вот сейчас как раз наши семиотики блистательные заставили вот этот тезис, что второй русский авангард учит читать. Конечно, мы не понимаем. Мы вообще семиотику-то знаем очень плохо. Мы не знаем, что такое код. Более-менее знак знаем, что такое. От символа его отличаем иногда, а иногда не отличаем. Но Лосев умер уже, никто не отличает. А с кодами вообще непонятно что. Потому что перекодировать, вот смотрите, дух времени, то, что немцы говорят, цайгайст, это очень точная и очень важная сущность в искусстве. И вот теперь я перехожу к главному вопросу, который поставил Михаил. Умерло ли искусство или не умерло? Постмодернизм нам тут наговорил столько всякой чепухи. И автор умер, и знак умер, то есть семиотика умерла. И все умерло. Но еще до них, слава богу, поумеем. В американских кампусах, в туалетах, почти в каждом, я в 12, по крайней мере, был, написано «Бог умер Ницше». Ницше умер Бог. Так что сейчас вот все мыслящие люди думают, умерло искусство или не умерло. Вот ты даже категоричный ответ даешь. А на самом деле все очень сложно. Потому что вот Кабаков нас за, как теперь говорят, затрахал, да? Последние годы картина умерла. Картина умерла. А Булатов говорит, что это не смерть. Нет, Булатов сказал, картина умерла, да здравствует картина. Но вчера Кабаков сказал, все, я отказываюсь от инсталляции, хотя мне в Грандполе предложили, в Грандполе я, конечно, построю эту инсталляцию. Но я перехожу на картины. Еще бы, если у тебя покупатель Абрамович, и ты уже за 4,6 миллионов прод... Какого хрена воздействия с этими... Точно рассыплющимися на завтра бумажно-картонными постройками, которые называются актуальные искусства. Вот актуальные искусства. Вообще за это слово борите все ныне живущие художники. Все ныне живущие художники являются актуальными художниками. Так вот, сейчас точно такую же переоценку «Умерла, не умерла» Володя Мартынов, наш лучший композитор, производит, который сказал, все, автор умер. Кстати говоря, вот сейчас был на Беляева, они стену построили из картин 142 художников одного формата. И они переставляют это как угодно, играют с этим. И тоже один умный из них художник сказал, а смотрите, автор-то умер. Это же коллективная работа. Я думаю, что происходит вот что. Все-таки искусство вошло в быт. Вот то, о чем мечтали опоязовцы в 20-х годах, искусство в быт. Но в твой-то быт... Уловная лобка разбилась о быт. Я думаю, что вот это незаметное вхождение, в частности, супрематизма во все сферы, во весь дизайн, начиная от билдинга, вот эти все небоскребы наши, да, во всех столицах мира. Какое главное искусство, какая главная школа в 20-м веке, когда вроде бы тысячи школ существует? Супрематизм. Потому что архитектура всегда была замыкающим искусством при названии стиля. Готический там, ренессанс, барокко, классицизм и так далее. Поэтому я думаю, что искусство не умирает, а оно расползается во все поры и щели нашего быта. Даже, а я уж не говорю о бессмертных мечтаниях. Поэтому художник, это, я так понял, посмертная выставка, да, первая посмертная выставка. То есть это, прежде всего, конечно, новое у вас имя вдова. Значит, наши глубочайшие поздравления с этой выставкой. И вообще, вот именно для вас говорю, мне много уже за свои 60 лет в этом андеграунде приходилось видеть, как работает вдова после смерти художника. У меня есть такой афоризм. Лучшая жена – это хорошая вдова. Понятно, да? Лучшая жена – это хорошая вдова. Вот, например, у Шварцена. Она из ничего после смерти Шварцена, у которого фактически одна выставочка-то была, она вытащила его на мировой уровень, а? Киблицкий, по-моему. Так она заставила Киблицкого работать. Вот, кстати, Амузевич. Покажите, кому заставить. А? Покажите, кому заставить. А, так это надо искать. Вот Алшебай, например. Вот, я здесь. Короче говоря, короче говоря, вот это же великая Ирина Шварцова, и Рейда Шварцена. Она принесла Антоновой эти 250 работ и говорит, делайте большую выставку, я вам подарю. Антонову сказали, нет, это не наш формат, это да. Все. Умный Киблицкий быстро подхватил, издал три тома на первом же томе. Я присутствовал, я сам тоже выступал на презентации этого первого тома. Вся живопись в академических примечаниях, в академическом исполнении. И вышли итальянцы и говорят, если в России нет денег построить музей величайшему художнику 20 века Шварцену, мы построим в Италии. А этот Киблицкий не стал жать, пока они тут в Италии наберут денежек. Он ба-бах, и в готовое здание все эти 250 работ там и 5000 графики перетащил в персональный музей в Германии, в Шварцовке. Вот что такое лучшая жена, и это хорошее для вас. Спасибо.